ТОВАРИЩИ, ТИШИНА Перед нашим коллективом стала важная общественная задача. У нас появился плейлист Spotify. И мы должны решить, какие музыкальные новинки мы будем рекомендовать нашей молодежи на этой неделе. И первый у меня в списке Слава Морлов. Что думаем? О, рано ему сольные треки. Не созрел он еще. Не рекомендуем. А мне Слава нравится. Приятный мальчик, личико непорочное. Да. Я его в «Давай поженимся» видела. На моего покойного мужа похож. Да какой он непорочный. Вы на дружка его посмотрите, оккультиста. Слава от него. Давно отпочковался. Не надо ля-ля Боря. Хорошо, товарищи, понятно. По славе Морлову понятно. Плюс-минус, как говорится. А что по ансамблю «Литл Бих»? Скатились они! Где ги в миомании? Где биг-дик? Конечно. Сплошной детский сад. Детский сад, говорите? А вы название трека знаете? Секс-машин. Стромота. Везде секс пихают. Я из этих песен забеременела в 16. Ужас, кошмар вообще. Тишина, товарищи. Товарищи, тишина. Ну, имейте уважение. Это же, в конце концов, творчество. Ну, вы понимаете? Давайте хотя бы, ну, вот, «Янгтрапа» поддержим. Хороший же трек. «Янгтрапа» только из тюрьмы вышел. Надо поддержать товарища. Да пусть он в шахматы лепит из мякиша, а в музыку не лезет. Вон, Пашка-техник, тоже бывший зэк. А что-то вы его нам не предлагаете. Да? Да. Где Пашка-техник? Где Пашка-техник? Тишина, товарищи. Не устраивайте балаган, товарищи. Владимиру стыдно за нас в дубаях. И что же делать? Что же делать? Правильно, Антонина, вот что делать. Итак, внимание, вот, смотрим сюда. Это плейлист Spotify «Радар новинок». Всем видно? Всем? Тут только свежая музыка, которую умные алгоритмы подбирают под мой вкус. Что мы сделаем? Мы будем просто копировать песни и вставлять свой плейлист в «Чикинг карри». Ну? А? Ну? Правильно! Им там в Spotify виднее, от чего молодежи кайфовать. Ну ты, голова! Танцуем жигу под составку комментаута. Привет, ребята! Я Владимир Морков, и это шоу «Комментарь!». Да, сегодня у нас в студии, друзья, все невероятно суперфакабл. Поэтому мне необязательно в этот раз тащить всю эту лямку на себе. Парочку слов о наших гостях расскажу. Итак, в России есть только два человека, которые зашибают офигенные деньги, но вся их одежда пахнет костром. Это министр МЧС и Ксения Бородина. Пожалуйста, друзья, у нас сегодня в гостях Ксения Бородина. У нее был первый в России концерт в Клабхаусе. Раз. Да, 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 прошел он. Спасибо. Прошел он так же удачно, как и обычный концерт, но все были дома. Даже во время момента близости баскетболист Янис Тимма представляет себе ее, Анну Седокову. Сегодня в комментауте жена баскетболиста Яниса Тиммы, Анна Седокова. Пожалуйста. Янис, привет. Привет. Мы очень рады, что ты сегодня у нас в нашем шоу. Аня, какие у тебя новости? Можно мне? Кроме того, что у тебя есть потрясающий отбеливатель для рубах. Что еще? Я хочу... Можно попросить у тебя водички? Одну секундочку. Давай. Тут только одна бутылка. Я... И мы должны разыграть и выиграть ее. Нет, я уже ее выиграл. Да, что у тебя новое? Кроме того, что тебя сушат, что еще? Рассказывай. У тебя вышла песня. У меня вышла прекрасная песня, которая называется... Нам пора... Нам пора расстаться. И у Максима Галкина как раз была промо этой песни. Мы понимаем. Да, это было промо этой песни. Презентация. И как? Ну хорошо, хитяра. Ну классика. Ну да, вообще. Не, на самом деле, в моем стиле вообще другая песня. Потому что я обычно, как говорит моя дочь, пою занудную, медленную музыку романтичную. Поэтому она и не получает карманных денег. Да, как видите, сидит и работает моим стилистом. Тебе дочь подобрала такой, наверное? Да, вот. Сейчас Витя стояла, наряжала меня. Молодец. Размеры-то матери не знаешь, получается? Так, песня «Раз». «Раз», песня «Раз». Где мы сможем ее купить? На аудиокассетах, где она продается? Пойди купи. Давай, доставай свой телефон, пойдем купим. У меня разбитый. Боже, что это за телефон? Какой год? Это Xiaomi. Но об этом я расскажу немножко попозже. Это, это, это сейчас, это же не рекламная интеграция? Нет, давай посмотрим, как у музыкона. Это ручка? Это стилус. Ты чего? Ку-ку, стилус. Можно даже что-то нарисовать? Да, подожди. Но рисовать нельзя, в этом минус телефон. Мы имеем в виду, что нам с Аней даже не налили, понимаешь? Как это все? Слушай, после выпуска с Лолитой мы решили никому не наливать. Цой, Цой пил вообще в говно был, да, Цой? Да. У тебя был Цой? Ну да, мы снимали, мы снимали в 87-м году первую программу. Они с Азизой играли вместе. Итак, вам нужно скинуться на каменные ножницы бумаги, чтобы понять, кто же будет первым. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. О, Аня, поздравляем. Что, я выиграла? И ты можешь назначать, кто будет первым ходить. Ходи ты, тучу. Вот, пожалуйста. Ну, давай, че, я смелая женщина. Слушайте, ну, никогда не видел столько бриллиантов на одном человеке и столько золота на другом человеке. А жалко, что ты на своей жене их не видел. Постойте, постойте, постойте. И не увижу. Ты просто машина для воспроизводства детей, Ксюшка. Ну, люблю тебя. тащим наказание что тебе предстоит сделать а если ты не хочешь писать комментарий я я же мо органы соц опеки до забрать все яйца у мамы курочки разбить их у нее на глазах и выпить мы все здесь матери курочки мы все матери выпить сколько яиц надо давай сразу договоримся сколько ты обычно для голоса выпиваешь я голоса где-то полтора полтора тогда 6 но только половина из них с ремнилиозом яйца и кстати если вы не будете выполнять это наказание то мы эту курицу обратно вернем сексуальное рабство олегу газманову я же говорил ей нужно перебить крылья так вот у тебя есть возможность посмотреть комментарии которые я снимаю карточку да 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 пожалуйста кто это 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 артур пирожков а давай зайдем а давай зайдем к артуру пирожкову фотографии да что же здесь я должна ему написать затем эту фотографию написать ну что мусорнулся черт ну что мусорнулся черт ну что мусорнулся черт ну что мусорнулся черт как будто бы ты это в первый раз говори честно говоря да ну что пишем комментарии подожди 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 блин ну там столько хэйта потом польется это это комментарий ты девочка и даже такие вещи когда в современном обществе пишут к этому всегда отношения что там обосрала артура пирожкова отношения к полиции неподобающие там сейчас жены офицеров подключаться по моему ксюш на твой взгляд это легче обала или очень-очень мы считаем что это очень непростые два балла страны они певицы и для нее выпить сколько нужно реально выпить яиц и никто не пьет но ты пишешь с другой стороны со всем респектом ведь и упоминаешь полицейских как бы уже даешь им такую замечательную паблиците давно ведь они не вспоминали честно говоря так внутри что маслянулся черт ну что вопроса конечно а не выпей одно яйцо да это одно яйцо не буду я не буду я писать человеку что он черт ну правда я не могу стой постой 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 а не не буду у меня есть специальное приспособление с помощью которого мы можем понять и прочувствовать мысли этой курицы сейчас я наведу одну секундочку еще на кнопку и мы услышим мысли которые главное в нашу сторону не поворачивать и так о чем сейчас думает курица включаем аппарат сестра сестра не надо умоляю тебя мы с тобой обе матери в жестоком мире мужчин не делай этого с моими детками ведь у нас с тобой так много общего мы подписаны на одних и тех же в инстаграме у нас есть мозги мы обе одинаково вводим автомобили нам обе им нравится юркис с тобой ценят сочную грудку и на ногах у нас по три пальца не делай этого не уничтожай мои яйки мы сейчас какой-то спектакль в тюзи да прослушали театр юного зрителя волшебный прибор милая прости меня я знаю что мы с тобой одинаковы но если бы тебе нужно было принять такую жертву обидеть невинного человека или всего лишь пожертвовать одним яйцом из которого никогда не вылупится цыпленок ты бы меня простила прости меня дорогая прости я сейчас подойду и возьму твое яйцо дай мне его сама они внутри и и здесь это не петух да вот это можно данного как ань это все еще не обязательно да не буду человека чертом называть иногда можно сказать нет ты не знаешь что на следующих карточках черт с собой так аппетитно я тоже хочу съесть яйцо после этого браво браво это было единственное это я вижу это было единственное яйцо где сформировался зародыш я достала наказание да что тебе предстоит свадебный конкурс поцеловаться через помыла с пьяным родственником на свадьбе между тобой и мужчиной кладется помыла в районе живота задача поднять фрукт на уровне рта и поцеловаться через него почетный свидетель здрасте ну как уже пьяненький конечно да ксюша знаете да а не знаете знаем что такое помыла нет не знаете ладно вам предстоит вам предстоит что 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 аннерс точно сели гордо надо так все выбираем звезду выбирай пожалуйста любую тащи давай видно что ты зарабатываешь больше 20 тыс юлия волкова юля а давай сразу к юрии волковой что теперь я могу сказать вам что мы это сделали последний год я мучилась с губами они не убирались что я только не делала куча призна в итоге именно вот эта женщина довела меня до конца к ней очень сложно попасть приезжает она раз месяц она где она откуда из австралии почему она видимо из семьи джигана так пишу на то ли волков под постом с доктором что-то ничего не поменяла ты пишешь что это тетка убрала тебе губы на судя по фотке речь о половых да вы чего придумали вы чего на придумывали лишь бы по обжиматься с ксенией бородиной а что не придумываешь что-то все уж у нас камеры включены ничего не это снимается все да я понимаю понял это же в моем стиле комменты это не в твоем стиле коммент сука какой ад так но слова митрополита да всем по просвирке а ты говорил что больше не шутишь на острые темы речь докат не политика это же как бы то чего нет это же религия юль прости пожалуйста но правда я не могу обжиматься с этим волокин не уходите не уходите мы понимаем что вам все кажется вы еще не протрезвели возможно она выполнит наказание и получит балл володя есть еще поддевайка я кстати недавно под девашка на девашка не обзывай не обзывай ксении уходи мужик бери помыла давай пока не не согласилась ну что володя большое спасибо вам возможно сексуальная фантазия вас спасут меня лично да все пока друзья ну что же после первого раунда счет у нас два один и мы продолжаем пришло время узнать какой же подарок сегодня у нас будет из-за какой сражаются наши участницы завесу тайны распахнет как свой плащ в парке сокольники распорядитель подарков пожалуйста алёй 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 кто включайте видео ха 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 ни хао мои бриллиантовые соечки мы тут напели что оказывается в гостях у володи сегодня аж две роскошные замужние девицы таких особ вообще удивить невозможно но и тут то было смотрите и учитесь заходим приложение эль дорадо тут что не приступ настоящий сюрприз даже стихами заговорил а теперь просто закрываем глаза и делаем вот так свайп свайп посмотрим что приготовилась сестрица фортуна это грандиознейший флагманский смартфон xiaomi mi 10 pro что за чудеса он у меня уже в руках ха ха оценили трюк ну а а теперь оцените и это камера 108 мегапикселей с искусственным интеллектом умопомрачительный дисплей и мега скорость xiaomi mi 10 pro настоящий альфа самец в гаджетовых джунглях ауф ауф хотите доминирует по жизни заказывайте его предложение эль дорадо по ссылке в описании ого такого подарка у нас еще не было сегодня победитель нашего шоу получит интрига смартфон xiaomi mi 10 pro который нам предоставили друзья из эль дорадо . ру правильно флагманская камера зато нам притягательный дисплей и невиданная скорость все достижения 21 века только победителю что дим наказание да сейчас поехали ань что-то давай я тоже должна знать детские шалости три раза попить струю фонтана писающий мальчик это фонтан а реально что там за вода ребят а вы и отдал набрали давайте попробуем определить нет нет подожди сейчас включишь это это вино конечно мы о вас позаботились у меня сердце залезла давай а не звезда твои пулы с твой мой муж твоему можно написать как объяснить что когда мой муж посмотрит тик токи дани милохина у него писа сон крепче чем когда он смотрит на меня в белье не ну да не сексуальный парень кому надо написать моему мужу моему мужу а сейчас он здесь мы поле но это вообще нашел это легкотня конечно но с другой стороны все же это увидят ну как я осудит тебя но реально ты что там ты посмотри на последний пост моего мужа про про то как он играл его пути а я прописать сон и дани милохин буду писать ты знаешь как разносится если в россии как-то привыкли но ты знаешь как разносится новости в латвии там ничего не происходит конечно утки прилетели ух ты ты не понимаешь я сейчас делаю там просто ну ну то что я сейчас делаю это будет в латвии новость номер один на протяжении многих месяцев мой муж национальный герой латвии встаньте пожалуйста все ребята встаньте все с нами национальный герой ну пожалуйста не шути ну честно говорю ну правда для меня точно даже у национальных героев есть писосоны вот я не национальный герой поэтому у меня скоро будет писосом а как он выглядит я тебе скажу как выглядит его писосон отойди так пожалуйста по цвету такой сто процентов блин пипец это значит у него встает на данью милохина это ты сейчас напишешь не это имелось ввиду как да блин пока вы об этом думаете я кое-что расскажу это наказание от наших друзей альфа банка для этого наказания мы взяли кредит наличными в альфа банке на выгодных условиях альфа банк спасибо что помогаешь воплощать наши странные фантазии большое спасибо кредит наличными в альфа банке по ставке от пяти с половиной процентов оформите онлайн по ссылке в описании а то мужа может спросить друг он не хочет этого комментария или как у вас заведено ну что ж но тема писосонов не раскрыта я буду это одна одна большая просьба дело в том что эта скульптура держится не очень уверенно могла бы ты держать его за бедра когда будешь пить нет я закрою ему глаза блин маленький мальчик пипец вам реально похоже на моего это не маленький мальчик это крупные зачем ты сейчас это сказала блин ксюша постой он парень очень похож на меня но только с тем отличием что у него так уверенно все идет аденома простаты все таки влияет скажу вам ребята выключите камеры блин тихо волосы подожди как подружка подержи мои волосы пожалуйста а если я скажу что это крымские вина что ты скажешь а облако твоих волос ты чистишь сток ванны забитый мокрыми волосами дело в том что мы приглашали на шоу на наше шоу гаррика мартрасяна он пришел просто сходил в душ и теперь тебе предстоит предстоит были на реально вы кого-то постригли ксюш посмотри кого именно лобода ну лобода но света давайте да давайте идем к свете в инстаграм блин реклама реклама под этим получается так блин свет что ты народу впариваешь отвечая если мне муж подарит такую бомжов скую гайку то год будет пялить свой кулак блин ну что делать-то да нет не обязательно писать это не обязательно я же всего лишь облако твоих волос окей я пишу пишешь все же а ты слышишь как где-то там в офисе санлайт рвутся контракты смотри подожди я еще готова достать волосы мне тоже предлагали но нужно для этого ехать в турцию поэтому ты ксюш к сожалению не сможешь выполнить наказать ему потому что есть написала комментарий ты уже не можешь выполнить наказание либо-либо не можешь но зато аня вместо тебя может выполнить когда у нас будет счет 5 4 повторюсь а как ты это себе видишь ну смотри было у меня лет наверное 7 назад когда я с этим активно сталкивался я не вставай сюда похоже это предложение а не достать тебе давай пожалуйста ну ладно давай 1 2 3 1 2 3 давайте все посчитаем не будет легче готова не надо не надо ребята вы будете с участниками не надо не надо не надо не надо просто надо хорошо хорошо мы находимся рядом с залом где делают эпиляцию лиса нутяшевой не надо она же реально она же она же на ощупь знаете какое 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 как будто бы это пупок очень крупного мужчины давай ничего себе ты могла теперь не могу этой рукой пользоваться она теперь совершенно ты нужна мне снимать сильный приворот гадалка делая тебе приворот давя надо на двойной свечей и кладбищенской земле победительница четвертого сезона на шоу экстрасенсы настоящая да стойте пожалуйста ко мне поближе ко мне поближе и пока на меня не смотрите я возможно и не ваш клиент подождите я вас не пугаю а давай гадалка вытянет давайте бы я вам не счастливая рука сказал это давайте тяните пожалуйста о по олег тиньков о олежа дорогой ты куда пропал будет время заезжай в гости сходим в баню пиво с меня рак с тебя вот это же за и делай приворот к дави да ну да ладно слушайте олег настолько крутой парень что справился все переборол человек с такой волей и с таким характером сумел победить все для него это будет большинство люди которые борются сейчас с раком и приходит через это типа посмеются ха-ха посмеялась наша болезнь это то это тоже часть терапии а понимаешь если мы будем с дрожащим подбородком говорить типа это будет во первых двуличная это будет ужасно и мы разумеется поддерживаем всех людей которые сейчас борются и ребята мы желаем вам победы в скорейшее 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 время я выгляжу как человек который проходит в этот момент химиотерапию ну хватит знаешь я сейчас хотя вспомнил лидия тоже так выглядит почему она в таком голодном уборе за счастье ты сейчас сказал реально о людях и я вспомнила как была в больнице я вспомнила девчонок они были такие веселые и я вспомнила их и подумала что они бы сказали мне писать они понимаешь в нашем обществе есть так много табуированных тем и допустим допустим если человек болен все об этом не говорить этого не существует это неправильно разумеет это существует эта часть нашей жизни если мы замалчиваем мы поступаем неправильно и двулична а если мы об этом говорим даже в таком сатирическом комедийном ключе мы делаем хорошее важное дело ну может быть мы или я дерьмо какое-то говорю ксюш это веселая передача и я думаю что иногда нужно перебарывать свои страхи и и даже такие сложные болезни поэтому мне страшно и я напишу сейчас простите меня пожалуйста я с вами это тоже часть психологической психологической разгрузки а что ты хочешь возможно лидия сегодня размагничена я возможно ничего не получается но совсем уважением совсем уважением давайте когда выйдет эта передача я обещаю сделать пост и мы соберем все вместе деньги кому-нибудь кто болен раком и поможем человеку давай но только укажем мою карту обещаю мы такой пост разместим у себя мы тебя репостим слава богу с вашей аудитории я думаю что мы спасем даже двух людей при лидии пожалуйста не говори слава богу ты чё гонишь нафиг он не нужен ты чего ты говоришь о ней солидарности на самом деле ты закрываешь глаза и видишь его я человек циничный но суеверный но я скажу тебе так не на кладбищенской земле я не хочу я тебе скажу так у нас сегодня специально наш сотрудник ездил на ваганьковская и это наказание для нас стоило 700 тысяч рублей потому что там очень дорогая земля я пока что заработал только на то чтобы на ваганьковском похоронить яблоко ладно давай аня прошу тебя пожалуйста подходи ко мне пожалуйста а можно я как-то воздержусь я в бога верю я тоже давайте ритуал не пугайся не пугайся не пугайся от свежей могилы ветер подувает тоску на тебя наливает как свеча прогорает так пусть твое сердце по давиду скучает как свеча прогорает так пусть твое сердце любовь к давиду рождает хорошо чё смеешься не все я серьезно пусть имя твое засохнет но не умирает пусть имя давид каждый день произрастает тебя заклинаю душу и сердце себе забираю будешь мне повиноваться это было другое там было что я не станешь сопротивляться устанавливаться а а сейчас сожжуте его все все ешь 1 балл ну что совета любовь получается сима будьте счастливы чтобы этот ритуал завершился успешно пожалуйста зайди на страницу давы и пролайкой 10 фото друзья ну что только что наказание было выполнено поздравляем ксения ты приворожена к дави хорошие новости clubhouse зайти в любую комнату в clubhouse поднять труп и стать спикером и сказать всем привет я ими фамилии можно объявление сделать подписывайтесь на меня сегодня 20 0 я буду имитировать оргазмы животных например сам каяка кричишь подписывайтесь по моему это даже мило так хорошо звезда дмитрий нагиев дмитрий нагиев легенда легенда под фото с бандарчуком если долго смотреть на эту фотку прищурив глаза то можно увидеть яйца моего мужа ты прям пишешь да ты пишешь сейчас про яйца если я мне на сначала написать потом офигеть подожди если долго смотреть блин мне реально плохо после этой бабки знаешь есть такое внушение я опубликовала все во первых то очень красиво это хорошо одет это нарядная на тебе укладка ты понимаешь что я первый человек который сделал красивый акустический концерт в clubhouse а сейчас я должна зайти в clubhouse имитировать оргазм я яка скажу тебе так я однажды выкрал ключи от московского зоопарка и знаю как кричат самки яка во время они кричат так нет нет володя я сторож боже это же так так стыдно так стыдно ладно давай вот эти короче я поднимаю руку да мы можем вернуться к вопросам про готов и картины и провагонетку здравствуйте а давайте вернемся к вопросу кто где прячет свои цены и вещи здравствуйте извините пожалуйста у меня есть это у меня есть маленькое объявление извините пожалуйста это анна седокова здравствуйте здравствуйте да здравствуйте слегка неожиданно да сейчас подписывайтесь пожалуйста на меня сегодня в 23 0 я буду имитировать оргазмы животных например самку яка нет 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 эта программа время покажет и я остаюсь широко широко расставленными ногами пока я чье очки точкой я имела эти очкиоты мое молодец вот уже молодец ребят а на следоков покинул наказания получила свой призовой балл синюшко а в чем суть 4 раунда мы звоним звездам иногда мы звоним посякому нepalu Иногда мы пользуемся вашей записной книжкой, чтобы вы пранковали ваших знакомых, близких или просто селебрити. Вам предстоит сегодня звонить, и звонки эти будут. Одну секундочку, как много у меня тут вещей. Так, мой увеличитель пениса. Раз. Уменьшитель пениса. Ага. Блин, эти закладки так непонятно складывают. А сколько он за наказание? По-прежнему один балл? Целый балл. Распутать наушники, пока на твоем паспорте греется утюг. Наказание торопышка называется. Тыка-тыка-тыка-тык, торопышка. Тыка-тыка-тыка-тык, торопышка. Ты сейчас меня потрогал. Если всего лишь это запотрогать, то без проблем. Это кто? Это дава. И дава обычно не спрашивает. Приворожили, не приворожили. Дава приходит и берет. Как вас зовут? Здравствуйте. Василий. Как дела, Василий? Отлично. Видно, что вы человек из 90-х или телепортированных к нам со станции метро Юго-Западная. Давайте-ка, Василий, вспомним, как было в 90-е, как вы использовали этот утюг. С удовольствием, ностальгия. Конечно, славные времена. Блин, ну нет, я не буду паспорт своей страны сжать. Идите в жопу. Давай, кому звонить? Я не буду. Все уважаем. Давай, я не буду паспорт страны сжать. Давай, кому звонить? Кому мы звоним, друзья? Сейчас мы определимся вместе. Какое-то селебие будем набирать. Давай. Набирать. Давай, давай. Где у тебя телефонная записная книжка? Вот она. Давай. Давай сразу на буквы Зел искать. Зел? В Зеленске думаешь, я ему сейчас не знаю? Так, Антон Богославский. Непонятно. Бумбокс. Семенович. Ой, увидели. Опять вы такое сделали? Как вы можете такое делать? Как мы замажем этим людям, мы потом отрежем языки. Что вы сделаете? Все правильно. А если вы потом сольете, опять, как всегда. Мы никогда не сливаем. А в те разы, ну, сливали. Приветик, это я. Слушай, как ты? Я сегодня скачала приложение. Там можно знать, как я записана у других в телефоне. Это жесть. Знаешь такое? Это у тебя записана мясная кукла, а Аня жижа. А как тогда я у тебя записана? Да не гони, блин. Там сплошные висла задова, красный бутон и без оргазминка. Без оргазминка. Пришли в скринсчет, как я у тебя записана. Если все будет нормально, то я переименую. Все, пока выезжаю в туннель. То и я тебя переименую. Все, пока, въезжаю в туннель. Друзья, тишина. Звонок. Друзья, тишина, 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 тишина. Алло. Ой, солнышко, это я. Это Аня Седакова. Привет. Ой, Анюти, господи. Привет, дорогая. Привет, моя птичка. Я тебя не узнала. Слушай, извини, я прямо на секундочку. Можно тебя? Конечно. Короче, я скачала там одно приложение. Ну, и я сейчас пытаюсь понять вообще, как все происходит. Только оно такое. Короче, я пытаюсь понять, как записано в телефонах у всех. И, короче, это жесть. Я как? Это я у тебя записана, Мясная кукла и Аня Жижа? Нет. А как я у тебя тогда записана? Седакова. Не гони, блин. Ну, там, ну, а Веслазадова, красный бутон, без оргазминга тоже не у тебя? Короче, пришли мне... Ну, ладно, ну, не жжи. Пришли мне скриншот, как записано у тебя. Ну, честно, как? Аня, это ты? Кто это? Ну, пришли мне. Ну, пожалуйста. Ну, пришли. Если все будет нормально, я переименую. Ну, давай, все, пока. Езжай в туннель, пока. Анна получила три кризовых балла за звонок. И счет становится десять. Восемь. Что же должно произойти? Чтобы уж точно победить, ты можешь повторить наказание с утюгом и получишь балл сейчас. И будет тогда девять-десять. Ну, не жги и спать. Давай будет интересно. Ну, то тебе прям так победа прям нужна. Конечно, блядь. А тебе не нужна, да, я смотрю? Ага, молодец какая. Неплохо. Ань, молодец, молодец. Додавим. Ксюш, нормально. Додавим. Ну, давай будет интересно в конце. Ты заметил, я сказал, додавим. Ксюш, тебе паспорт в жизни вообще не нужен. Да здрасте. Не, паспорт не буду. Все, ладно, нет. Ну, не надо жечь. Россия! Россия! Ни один из нас не стал бы так поступать со своим паспортом. С наступающим 8 марта тебе подмышками клеят густые волосы. Ты фотографируешься с поднятой рукой, чтобы было видно волосы подмышками. И выкладываешь стори с подписью «Девочки, с наступающим». Я так понимаю, наказание мне? Ну, наказание Ане, смысл, да. Что? Что? Смотрю. А вначале выбираем, кому звоним. Так, на какую букву, чё, куда? Успенская. Любовь Успенская. Давайте. Успенская у меня была. Любовь. А, на любовь. Любовь. Итак, выбираем, кому звонить. Люба Чопов. Люба домработница. Люба Успенская. Ребята. Чопов. Чопов. Один голос. Люба Успенская. О, два голоса. Два голоса за Любу Успенскую. Звони. Жесть. Давайте. Приветик, это я. Как дела? Можешь говорить? Есть офигенные идеи. Сейчас всякие клабхаусы, стримы, и там куча народа. Ты в курсе? У меня родилась идея закрытого клабхауса. Но вместо аудиокомнаты с видео. Комнаты создают звезды девочки для богатых фанатов. Круто. Ты просто живешь, сидишь на кровати, отвечаешь на вопросы, и тебе кидают донаты. И если человек что-то просит, тоже делаешь за донат. Значит, лямку показывать от белья, в душ сходить. Слышала про такой? Ну, типа, лямку показываешь от белья. Да, да, да. Но у меня, значит, элитная история, там все конвенциально. Я уже писала Рудову, Одинцову, Лиса, Надю Бабкину. Она там на гармошке играет, если понимаешь, о чем я. Ты в деле? Там чистые деньги, 70 на 30. Если ты в деле, никакой левак, и не забывай, кто твоя мамка, согласна? Скину ссылку сейчас. Не, давай, я не против. Значит, привет, это я. Как дела? Можешь говорить, есть офигенный день, сейчас все к клабхаусу стримимы, там куча народа. Ты в курсе? Слушай, небольшая проблема, уже 21-20. Давай, давай, давай. Уже может быть... Может, спит? Что? Как дела? Люб. Да. Да, солнышко. Привет, дорогая. Как ты? Привет. Шикарно. Ты можешь говорить? Как могу. Смотри, короче, есть офигенная идея, сейчас тебе подробно расскажу. Ты же слышала всякие клабхаусы, стримы, там вот это вот, ну там куча народа, ты в курсе, да? Короче, у меня родилась идея закрытого клабхауса. Но вместо аудио, вот эту фигню, то, что они там говорят, это все уже не актуально, есть комнаты, короче, с видео. Комнаты создают звезды девочкой для богатых фанаток. Ну, круто же. Ну, уже богатых круто, да. Согласна. Короче, ты просто живешь, сидишь на кровати, там, например, да, там отвечаешь на вопросы, тебе кидают донаты. И если человек что-то просит, тоже делаешь за донат, там, ну, лямку от белья показать, душ сходить. Ну, короче, легкотня вообще. Слышала про такое? Ну, нет, расскажи, потому что мне интересно. Это очень элитная история, но там, короче, дико все конфиденциально. Короче, Рудова на это подписалась, Одинцова, Вики, вот, которая популярная в этом, в Инстаграме, такая вот, ну, секси-девчонка, да. Лиса Нутяшева, жена этого, Пашки Воля. Ну, да, она тоже у нее такие. Да, да, да. И Надя Бабкина тоже, вот, прикинь, я тебе клянусь. Представляешь? Короче, ну, она там на гармошке играет, ну, если ты понимаешь, о чем я. Да. Мусь, ну, ты в деле, скажи мне, там чистые деньги, вот, там 70 на 30, но я тебе потом расскажу подробнее. Если ты в деле, никаких леваков, я тебе обещаю вообще. Ну, я-то тебе верю, слушай, ты у меня доверен, Оля Орлова. Ну, ты моя хорошая, и не забывай, кто твоя мамка, ну, конечно. Моя жизнь. Все, согласна? Я тебе сейчас ссылку скину, Масень. Давай. Все, целуй, целуй. Потому что мне интересно, что то, что ты говоришь, и мне всегда, по идее, нравится. Спасибо, моя девочка, спасибо. Спасибо, что ты делаешь, и голова у тебя на печах. Все, целую тебя крепко, обнимаю. Давай, давай, целую. Сейчас скину. Пока, вотсап скину. Давай, целую. Какая ты крутая. Аня, привет. Привет. У тебя есть возможность получить свой победоносный балл, чтобы сравнять счет. И потом, чтобы монетка определила, кто же из вас станет чемпионкой нашего 31-го выпуска шоу Комментаут. Давай. Ну, кто там клеит? Давай. Эй, ты, мальчонка, переоделся в девчонку и думаешь, тебе все сойдет? Нет, на самом деле, вот то, что Аня сейчас делает, дофига женщин сейчас реально так фотографируются. Да, 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 жены. Ань, вот у меня, знаешь, у меня полное ощущение, что если ты покажешь еще правую подмышку, там будет то же самое. Подожди, я знаю, что вас палит, подождите. Тебе не важно, что происходит. По-моему, уже пошел этот видеочат в Клабхаусе, нет, сейчас? Финайте донат. И выкладываешь в стори с подписью «Девочки с наступающим». Ань, у меня к тебе небольшая просьба, а сядь, пожалуйста, тебе я хотел поднять. Впервые в истории Инстаграма дикпиков убавится. Это 10-ти рублевая монета. Мы понимаем, что вы видите ее впервые в жизни. Ань, ты что одеваешься в конце программы вдруг? Ох, давай, удачи нам. Итак, кто из вас орел, кто из вас решка, кто из вас решка, решайте, кто быстрее. Давай, Россия, орел. Орел. Решка. Бро. Ну, как знаешь. Я нервничаю очень сильно. Не нервничай, это сегодня шоу. Я не буду ходить, ладно? Ну, такой приз, я бы тоже нервничал. Давай. Че там? Ну? Орел, это там, где птица? Птица, которая на другой стороне этой монеты. Ребята, решка. Решка. Победа Анны Сидоковой. Победитель получает блистательный подарок. Супертехнологичный флагманский смартфон Xiaomi Mi 10T Pro от наших друзей из Eldorado.ru. Ребята, это был 31-й выпуск шоу Comment Out. И сегодня у нас победоносно сражались. Анна Сидокова, Ксения Бородина. Лучшие участницы за все время нашего шоу. Девочки, с весной, с весной марта. Обожаем вас, любим. Не было. Это было шоу Comment Out. Подписывайтесь. Любим. Чао. Это тебе подарок. Есть.